Решение квадратных неравенств. Часть первая. Квадратными неравенствами называют неравенство вида ax² плюс bx плюс c больше 0, где a не равняется 0. Вместо знака «больше» может быть, разумеется, любой другой знак неравенства. Всеми необходимыми для решения таких неравенств фактами теории мы с вами располагаем. В чем сейчас и убедимся. Пример первый. Решить неравенство a. Рассмотрим параболу y равняется x² минус 2x минус 3. Решить неравенство x² минус 2x минус 3 больше 0, это значит ответить на вопрос, при каких значениях x ординаты точек параболы положительны. Замечаем, что y больше 0, то есть график функции расположен выше оси x, при x меньше минус 1 или при x больше 3. Значит, решениями неравенства служат все точки открытого луча, минус бесконечность минус 1, а также все точки открытого луча 3 плюс бесконечность. Используя знак объединения множеств, ответ можно записать так. b. Неравенство x² минус 2x минус 3 меньше 0. График расположен ниже оси x, если x больше минус 1 и меньше 3. Поэтому решениями данного неравенства служат все точки интервала минус 1, 3. v. Неравенство x² минус 2x минус 3 больше либо равно 0 отличается от неравенства x² минус 2x минус 3 больше 0 тем, что в ответ надо включить и корни уравнения x² минус 2x минус 3 равняется 0, то есть точки x равняется минус 1 и x равняется 3. Таким образом, решениями данного нестрогого неравенства являются все точки луча минус бесконечность минус 1, а также все точки луча 3 плюс бесконечность. g. Неравенство x² минус 2x минус 3 меньше либо равно 0 отличается от неравенства x² минус 2x минус 3 меньше 0 тем, что в ответ надо включить и корни уравнения x² минус 2x минус 3 равняется 0, то есть x равняется минус 1 и x равняется 3. Следовательно, решениями данного нестрогого неравенства служат все точки отрезка минус 1, 3. Практичные математики обычно говорят так. Зачем нам, решая неравенство, а x² плюс bx плюс c больше 0, аккуратно строить параболу график квадратичной функции y равняется а x² плюс bx плюс c, как это было сделано в примере 1. Достаточно сделать схематический набросок графика, для чего следует найти корни квадратного трехчлена, точки пересечения параболы с осью x, и определить, куда направлены ветви параболы, вверх или вниз. Этот схематический набросок даст наглядное столкование решению неравенства. При этом можно даже на чертеже обойтись без изображения оси y. Пример 2. Решить неравенство. Минус 2x² плюс 3x плюс 9 меньше 0. Решение. 1. Найдем корни квадратного трехчлена. x первое равняется 3, x второе равняется минус 1,5. Второе. Парабола, служащая графиком функции, y равняется минус 2x² плюс 3x плюс 9, пересекает ось x в точках 3 и минус 1,5. А ветви параболы направлены вниз, поскольку старший коэффициент, отрицательное число минус 2. На рисунке представлен набросы графика. Третье. Используя рисунок, делаем вывод. y меньше 0 на тех промежутках оси x, где график расположен ниже оси x, то есть на открытом луче минус бесконечность минус 1,5, или на открытом луче 3 плюс бесконечность. Ответ. x меньше минус 1,5, x больше 3. Пример 3. Решить неравенство. 4x² минус 4x плюс 1 меньше либо равно 0. Решение. Первое. Из уравнения 4x² минус 4x плюс 1 равняется 0, находим x1,2 равно 1,2. Второе. Квадратный трехчлен имеет один корень. x равняется 1,2. Это значит, что парабола, служащая графиком квадратного трехчлена, не пересекает ось x, а касается ее в точке x равняется 1,2. Ветви параболы направлены вверх. Третье. С помощью геометрической модели, представленной на рисунке, устанавливаем, что заданное неравенство выполняется только в точке x равняется 1,2, поскольку при всех других значениях x ординаты графика положительны. Ответ. x равняется 1,2. Вы, наверное, заметили, что фактически в примерах 1,2,3 использовался вполне определенный алгоритм решения квадратных неравенств. Оформим его. Алгоритм решения квадратного неравенства. Первое. Найти корни квадратного трехчлена ax² плюс bx плюс c. Второе. Отметить найденные корни на оси x и определить, куда, вверх или вниз, направлены ветви параболы, служащие графиком функции y равняется ax² плюс bx плюс c. Сделать набросок графика. Третье. С помощью полученной геометрической модели определить, на каких промежутках оси x ординаты графика положительны, отрицательны. Включить эти промежутки в ответ. На первом шаге этого алгоритма требуется найти корни квадратного трехчлена. Но ведь корни могут и не существовать. Что же делать? Тогда алгоритм неприменим. Значит, надо рассуждать как-то по-другому. Теорема первая. Если квадратный трехчлен ax² плюс bx плюс c не имеет корней, то есть дискриминант d – отрицательное число, если при этом а больше 0, то при всех значениях x выполняется неравенство ax² плюс bx плюс c больше 0. Иными словами, если d меньше 0, а больше 0, то неравенство ax² плюс bx плюс c больше 0 выполняется при всех x. Напротив, неравенство ax² плюс bx плюс c меньше либо равно 0 не имеет решений. Доказательство. Графиком функции y равняется ax² плюс bx плюс c является парабола, ветви которой направлены вверх, поскольку а больше 0, и которая не пересекает ось x, так как корней у квадратного трехчлена по условию нет. График представлен на рисунке. Видим, что при всех x график расположен выше оси x, а это значит, что при всех x выполняется неравенство ax² плюс bx плюс c больше 0, что и требовалось доказать. Субтитры создавал DimaTorzok